Дорогие братья и сестры, Господь нам встречу подарил и даровал свое общение. Действительно, Господь нам подарил встречу, прекрасную встречу, как Юрий уже сказал, брат Юра, что мы были в Вашингтоне, посещали несколько церквей. И брат пастор Саенко, Моисей Петрович, передал вам привет. Также из церкви, молдавской церкви, тоже всем молдаванам просили передавать привет, и всем братьям и сестрам. И церковь Свитло-Надии тоже, она передавала нашей церкви огромный привет. Пастор Виктор Трач в церкви Свитло-Надии говорит, мне нравится эта церковь Вифания, я всегда ее ставлю в пример. Он говорит, у них 24 отделения, говорит, как 24 старца. Он говорит, так прекрасно все продумано у них, и действительно это было прекрасное время. Вы знаете, друзья, мы много говорим о семье. Мы на протяжении года говорили о семье, и мы сегодня продолжаем говорить о семье, потому что это большие ценности. Что важно в семье между мужем и женой? Важны отношения, не правда? Очень важно, когда муж понимает жену с полслова. Важно, когда жена понимает мужа с полслова. Это очень важно. Уберегает нас от проблем, от множества недопонятных каких-то случаев, не правда ли? Однажды мой товарищ поведал мне такую интересную историю. Говорит, однажды муж приходит домой, и жена начинает ему говорить. Вот понимаешь, муж, вот эти праздники, Thanksgiving, Christmas, Новый год. Все, что мы делаем, мы кушаем, кушаем и кушаем. Я уже набрала много веса. У меня нету во что одеть. Муж оказался очень внимательным, понятным. Долго ему не надо много говорить. На следующий день он пошел в магазин. Заходит он в магазин, и здесь книга. «Diet for Christian Woman». Книга для «Как похудеть женщине». Он берет эту книгу, с радостью покупает, идет домой, приносит жене эту книгу. Жена берет эту книгу в руки, смотрит то на мужа, то на книгу, то на мужа, то на книгу, и начинает. «Ну что? Я поняла твой намек. Я толстая, да? Ты поэтому купил мне эту книгу. Я тебе дам». И начинает говорить, причитать ему там. Вы знаете, я так послушал, и я представил себе другую картину. Представьте, почти ту же самую картину, только не муж купил эту книгу, а ее лучшая подруга. Купил эту книгу, приходит к ней домой и говорит, «Послушай, дорогая, купила было в магазине такую прекрасную книгу». «А какую? А как похудеть?» Смотрите, какая бы реакция была. «А ну покажи, что это за книга? О, завтра надо пойти себе тоже купить такую». Вы понимаете, какая реакция? Очень важно в семье, чтобы мы научились правильно понимать друг друга. Однажды один человек, женатый человек, жил своей женой. Она все время его, ну по жизни доставала. И она была такая, ну вроде бы правильная жена, ну и хорошо Писание знала. И все время ему из Писания говорила, и как-то уже, ну мужа достала. Он попросил, чтобы братья пришли, поговорили с ней. Они наставили, пришли одни братья. Она быстро их наставила, они ушли. Пришли другие, та же самая картина. Ну, однажды старший пастор сказал, это не с нашей церкви. Говорит, ну я пойду в эту семью. Приходит в эту семью и говорит, «Ну что, Василий, хочу с вами поговорить, наставить твою жену». Да, Василий говорит, уже пробовали, приходили, наставляли. Ничего не получается. Но он говорит, садитесь с женой. Я вам расскажу притчу. О пяти мудрых девах и пять неразумных. То есть, о пяти мудрых и шести неразумных. Жена быстро вскакивает, там написано пять мудрых и пять неразумных. Пастор говорит, а ты шестая. Друзья, очень важно, чтобы каждый человек в семье знал, где его позиция находится. Если муж глава, значит он глава. Жена, она в тылу, она помогает мужу. Она дополняет. Вы понимаете, о чем я говорю сегодня? В семье должен быть баланс. Поэтому мы сегодня много говорим о семье. Тема моей проповеди, не берите пример с меня, я сделал много ошибок. У кого есть Библия, пожалуйста, откройте третья глава царств. Вторая глава. Читаем с первого стиха и ниже. Приблизилось время умирать Давиду. И завещал он сыну своему Соломону, говоря, «От я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определения его, и постановления его, как написано в законе Моисеевым, чтобы тебе быть благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. Чтобы Господь исполнил Слово Своё, которое Он сказал, ибо обо мне говоря, «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо Мною в истине, от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевым». И еще одно место, это первое параллапомяно, 28 глава, где отец говорит сыну, царь Давид говорит сыну своему Соломону, «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Вы знаете, друзья, в эпоху гуманизма никого не удивишь заявлением типа «Человек может все, если захочет». Лично я считаю, что жить по таким лозунгам непросто, нелогично, но опасно. Можно двигаться в избранном направлении, при всем этом приложить много усилий, приложить много стараний, растратить много ресурсов и при всем этом зайти в тупик. Так, друзья, к сожалению, случается в таких сложных вопросах, как семейные отношения и воспитание детей. Мудрость в том, друзья, чтобы в самом начале, в самом начале все хорошо обдумать и пойти в правильном направлении. Ошибки исправлять намного сложнее, но приходится. А что о воспитании детей пишет мудрый Соломон? Мы знаем из Священного Писания, что при его царстве Израиль, он достиг вершин успеха, богатства и славы. Детально об этом вы можете прочитать дома, это третья книга царств. Так вот, друзья, смотрите, Библия, она корректирует лозунг гуманистов. Человек может все, если этого хочет Бог. Люди, они не всемогущие. Бог, он всемогущий. Так почему бы нам сегодня не взять его советы? Так вот, друзья, с воспитанием детей у Соломона не все было просто. В свои зрелые годы перевосмысливая свой жизненный опыт, Соломон пишет книгу Притчт и книгу Екклезиаста. И здесь он много пишет о воспитании детей, предупреждая нас, только не берите пример с меня, я сделал много ошибок. Еще Соломон является автором 126 главы книги Псалтир, Песнь Восхождения. «Если Господь не созиждит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил им и колчан свой. Не останутся в стыде, когда будут говорить с врагами в вратах». Мы знаем, что...